Меня зовут Юрий Белановский, я руководитель движения Даниловцы, и сегодня мы проведем такую очень интересную встречу, где познакомимся с опытом четырех организаций. Для начала я постановку проблемы вам предложу, и потом скажу о порядке наших выступлений, о том, как мы эту тему сможем обсудить и познакомиться с опытом организации. Мне приходится много работать с коллегами из Москвы, из разных регионов, и я знаю, что есть такая трудность, когда коммерческая организация или какой-то волонтерский проект умеют настроить, отладить работу с молодыми людьми. Чаще всего это учащиеся старших классов в школе или в колледжах, реже это студенты. Но вот есть такое вот именно медуумение, а как нам вовлечь в наши волонтерские, часто социальные проекты людей взрослых. Вот столько, грубо говоря, ходят по улицам, ездят в автобусах, маршрутках, их действительно очень много, работают на предприятиях. Еще где-то, как не придешь в торговый центр в Битком, а собственно, как их вовлечь, почему их нет в волонтерстве. И мы решили, с одной стороны, поделиться своим опытом, и я тоже поделюсь в нашей благотворительной организации, но и я предложил нашим прекрасным друзьям и коллегам Дарьям Монаковой из клуба волонтеров, и Карине из прекрасной Санкт-Петербургской организации «Созидатели», чтобы мы узнали, как вот у них. Я знаю точно, что обе эти прекрасные организации много работают с людьми взрослыми, и как-то у них это, значит, получается. Итак, как привлечь взрослых людей, как сделать так, чтобы в ваш волонтерский проект или в вашу благотворительную волонтерскую организацию пришли взрослые люди. Взрослые в данном контексте, мы имеем в виду уже те, кто такие постстуденчества, да, то есть не те, кто в рамках вуза, в рамках вузовского волонтерского отряда к вам как-то пришли, что-то сделали и ушли, а те люди, кто вот просто живут в вашем городе, в вашем поселке, на вашей улице, не знаю, в вашем районе, чтобы они к вам пришли. И, собственно, какой у нас будет порядок. Сначала я очень попрошу поделиться своим опытом Дарью Нинакову, руководителя Круга волонтеров. Потом я попрошу Карину из строительной организации «Собидатели Санкт-Петербург». Далее у нас есть еще записавшиеся спикеры при регистрации, вот когда все регистрировались, да, то там был вопрос, готовы ли вы выступить. Кстати, ответили на этот вопрос, да, много человек, но на наше письмо с просьбой обозначить тему и так далее ответила всего одна участница, и я, собственно, ее чуть позже представлю. Ну и в конце я тоже поделюсь опытом добровольческого движения «Даниловцы», и дальше мы сможем как-то дать возможность уже выступить вам, поскольку заявок на выступление, скажем так, больше не поступало. Если у вас будут вопросы к нашим выступающим, к нашим участникам, это все очень приветствуется, мы тогда начинаем. Дарья, готова ли ты чего-то нам рассказать? Да-да-да, всем здравствуйте. Действительно, тот вопрос, который сегодня хотелось бы обсудить, он очень такой существенен, потому что волонтерство у нас сейчас развивается, и абсолютно разные категории граждан вовлекаются, и со школьниками сейчас начали очень много работать, и со студентами, и серебряное волонтерство развивается. Но, наверное, вот та средняя категория возрастная, про которую сказал Юрий, она, наверное, такая, ну, я бы сказала, самая крепкая в плане вообще волонтерской деятельности. Почему? Потому что все-таки серебряное волонтерство, они там в силу своих возрастных ограничений, своих физических возможностей, не все могут как бы задачи выполнять, да, определенные. А школьники тоже очень сильно ограничены, студенты, они еще находятся, ну, в таком неком неопределенности, а что мы вообще хотим по жизни, они еще заинтересованы пока там в своем личностном росте, в своей карьере, в учебе и так далее. А вот уже люди, скажем, там от 25, от 30 до 40, до 45 лет, вот такой примерно возраст, он, наверное, ну, наиболее такой устойчивый, наиболее четко понимающий, что он хочет вообще от волонтерства, зачем он вообще сюда пришел, ну и так далее. И действительно, вот как Юра сказал, у нас в организации, в клубе волонтеров, мы работаем с интернатами, детскими домами, наше направление профильное, и наши ребята-волонтеры приходят именно, чтобы помогать детям, то есть приезжать в детские дома, в интернаты, общаться с детьми, чему-то их учить, проводить какие-то мастер-классы, занятия, спортивные мероприятия, викторины, ну и так далее. Социализация, все это мы стараемся делать. И да, действительно, наша, наверное, такая основная аудитория волонтеров, это где-то, ну, основной наш ценз, это от 30 до 40, ну, может быть, от 27 лет плюс-минус. Ну, то есть как раз-таки те люди, которые уже выучились, уже твердо стоят на ногах, четко понимают, чего они хотят, уже как-то более-менее в жизни определились и так далее. Очень много у нас есть волонтеров, у которых есть свои собственные дети, но тем не менее они маленькие, причем, допустим, да, еще только детишки, там, до 5 лет совсем, которым еще нужно вроде бы время уделять, но тем не менее все равно ребята находят выходной какой-то день, для того, чтобы посвятить его волонтерской деятельности. Это, конечно, мне кажется, такого дорогого стоит. Так вот, хотелось бы все-таки поговорить и обсудить, да, что же движет людьми, почему люди, казалось бы, у которых уже в жизни все есть, и они твердо стоят на ногах, все равно приходит волонтерство, и что ими движет. Ну, наверное, в первую очередь это внутреннее желание, что люди хотят помогать. Это такая потребность в том, что человек хочет жить не только для себя и для своей семьи, но еще и чуточку-чуточку, такую маленькую капелюшечку для кого-то, кому это вот такая поддержка и помощь нужна. В нашем случае это дети, проживающие в разных сиротских учреждениях. И, конечно же, привлечь и замотивировать таких людей, оно, я бы не сказала, что прям, наверное, очень сложно, а знаете, что более сложно? Это из всего нашего большого общества этих людей как бы вычленить. Потому что, поверьте, очень много людей, которые хотят помогать. И вот эти внутренние желания, что я хочу быть полезным, оно присутствует очень у многих. Но вот сделать так, чтобы человек такой попал именно к вам, чтобы он нашел себя, и ему было комфортно, и он сам получал вот это внутреннее удовлетворение, что он помогает и в то же время помогал вашей организации, вот это таких два базовых элемента, которые надо соединить. И я считаю, что самое важное, самое первое, что должно быть у вас, чтобы вот эти два пазлика сложились, это у вас в организации должна четко быть выстроенная структура и система вообще работы с волонтером, вашей внутренней операционной деятельности, четко отлаженная система взаимодействия, коммуникация, координация и так далее. Дело в том, что когда человек пришел к вам, вот новенький, вот он хочет помогать, у него есть колоссальное желание, он готов тратить на это свое время. Но если он придет и увидит какой-то хаос, он не понимает, к кому ему обращаться, куда ему идти, кто координирует там вот это направление, кто координирует другое, склад, допустим, если есть, где там что-то надо забрать, у кого-то ключ, не ключ, как туда попасть. Ну вот такие элементарно мелкие даже вопросы, если они у вас не отлажены, они будут очень сильно негативно отражаться, конечно же, на понимании вообще, в принципе, работы вашей организации. И, конечно же, человек сделает вывод, что, ну, что это за хаос и бардак, он пришел помогать, а он не может это сделать, потому что он приехал забрать что-то на склад, а не может туда попасть, потому что он закрыт, а и у кого ключ вообще непонятно, где концы искать. Ну, грубо говоря, как пример. Поэтому очень важно, очень важно, когда вы привлекаете вот уже взрослых, состоявшихся, самостоятельных людей, которые очень многие работают также на руководящих должностях, они четко понимают систему иерархии, систему организации, систему структуры, и когда они приходят к какой-то вот такой некий неотлаженный механизм, конечно же, это их очень сильно деструктурирует, и, я думаю, вызывает больше нежелание снова к вам приходить, чем желание приходить и помогать. Вот поэтому это такой очень важный момент, над которым обязательно нужно поработать. Если вы уже работаете с волонтерами и хотите расширять эту сферу, то просто продумайте, может быть, вот какие-то мелочи, где, может быть, у вас есть недоработки, в плане вот, начиная от самого входа волонтера-новичка, который только пришел дальше, ведение его по проекту какому-то начальному, да, там, ну, пока он в начале пути, и дальше вот уже, когда он уже более твердо станет у вас на ноги, будет четко уже знать, понимать, где его можно уже отпустить, ну, в какое-то более-менее самостоятельное плавание. Но вот этот первый процесс сопровождения, он тоже очень, конечно, важен. Нужен человек, чтобы человек понимал, что, чего, как, зачем, куда можно обратиться и так далее. Вот, поэтому это такой вот очень важный момент, который хотелось отразить. Ну, дальше, дальше, конечно же, все люди взрослые, да, вот уже такой возрастной ценз после 30, каждый со своим мнением, каждый со своим видением, он знает, может быть, как лучше, надо сделать, начинать что-то советовать, предлагать. Здесь тоже надо аккуратно, здесь тоже надо аккуратно, надо выслушать людей, потому что иногда идеи бывают очень существенные, можно что-то почерпнуть, а бывает, как бы, что, ну, не совсем вам подходит, но не надо людей обижать, так, как говорится, потому что люди пришли, они так видят, они так считают, аккуратненько с людьми просто поговорить и сказать, да-да-да, мы поняли, мы там что-то уприменим или же что-то нам не подходит. То есть такая работа с этой категорией людей, внутренняя у вас тоже, конечно, должна осуществляться, вот, и чтобы люди понимали, что в нем есть потребность, что в нем, как в волонтере, нуждаются, и он действительно хочет какую-то, ну, оказать вам помощь, поддержку, и не только организации, и не только подопечным, но и организации, да, то есть он может из какие-то внутренние административные задачи решить. Вот, поэтому привлекать таких людей, в принципе, все те же самые методы коммуникации, которые наверняка все используют, они также и распространяются на все категории, то есть неважно, вы делаете пост в социальных сетях, вы там ведете, используете там какие-то гранты поисковых систем, вот Яндекс там, например, да, предлагает такие гранты, Google раньше предлагал, сейчас пока закрыл, вот с Хатхантером, например, мы активно тоже ведем сотрудничество, они нам тоже помогают размещать вакансии по привлечению волонтеров, то есть сами методы, они, ну, как бы идентичны, а вот уже, когда к вам люди пришли, люди пришли, и вот работа с каждой категорией, это, допустим, это школьники, мы возьмем так, школьники, студенты, взрослая категория и серебряное волонтерство, да, грубо говоря, разделим на четыре категории, так вот, когда привлечение, их всех примерно одинаково, а вот когда уже эти категории к вам пришли, вот уже работа с каждой категорией, она персональна, она индивидуальна, персональна, в зависимости уже, ну, от направления, конечно же, и непосредственно от особенностей в каждой аудитории, и вот аудитория, как я уже сказала, вот этого среднего возрастного ценза, она, я бы не сказала, что самая сложная, но она самая плотная и самая устойчивая, и самая, наверное, целеустремленная и четко уже понимающая, что эти люди хотят, придя к вам. Вот, поэтому, так кратенько, вот, все, что удалось, наверное, собрать, такую в одну единую мысль, что, что вот я все-таки считаю, и как мы работаем с нашими, с нашей аудиторией волонтеров, это, конечно же, плотное взаимодействие внутри организации, такая некая поддержка, ребят, потому что, естественно, у каждого происходят какие-то свои перетрубации в жизни, да, то есть лишний раз с кем-то можно по телефону поговорить и кого-то поддержать, если это нужно, и за кого-то порадоваться, если это какое-то радостное событие произошло. Конечно же, это все тоже есть, это нельзя исключать, то есть у вас сообщество или волонтерское движение, любое, это, ну, как такая большая, большая семья, которая требует внутреннего, естественно, внимания, но и требует вашего ресурса, и нельзя про это забывать, и некий ресурс на это нужно обязательно закладывать, для того, чтобы внутренне работать вот с вашей аудиторией, но зато благодаря этому вы получите очень сильную команду, с помощью которой вы, поверьте, сможете свернуть горы. Вот, поэтому как-то так, Юр. Да, Даша, спасибо огромное. У меня вот такой вопрос. Ну, в общем, конечно, я со всем согласен, но мне бы хотелось немножко конкретики. Я знаю, что ты сама из небольшого города, а вот представь, что тебя попросили создать там филиалы клуба волонтеров, но при одном волшебном условии в колледж не ходить, вот, никого из колледжа не звать. А что бы ты сделала? Вот, что бы ты сделала? Ну, в первую очередь, я бы, наверное, пошла в ВКонтакте, в социальные сети, в группу непосредственно вот этого города, в каждом, в каждом таком маленьком городке есть, ну, такие группы там, она, по-моему, называется там подслушано в и таком-то городе, да, там что-то типа того. Я бы в первую очередь, наверное, использовала, конечно, вот такую, ну, социальную сеть непосредственно этого населенного пункта, и там бы дала информацию, что, дорогие друзья, кто хочет вот там что-то сделать, там, не знаю, уборка парка, допустим, надо начать сначала с чего-то очень простого, то есть не надо сразу говорить, а давайте мы сейчас пойдем в эту, в неврологическую клинику, и вот будем там, значит, с людьми, с диагнозами, там чего-то делать, но это, конечно, люди напугаются, а может быть сначала сделать какую-то простенькую акцию в рамках города, и чтобы просто люди пришли, и дальше с ними уже установить первый контакт, очень важен первый контакт, чтобы люди увидели, что вы нормальный человек, там, адекватный, действительно нацеленный на оказание какой-то помощи, вот, на познакомиться, что-то вместе сделать, и вот так вот потихонечку, потихонечку начинать раскручиваться, ну, дальше давать информацию, ну, понимаете, ходить по предприятиям и по заводам и раскладывать объявления, что приходите к нам волонтерами, ну, наверное, это как-то не очень сработает, то есть у нас все-таки, видите, как бы вот достаточно ограничены в какой-то степени ресурсы, не ресурсы, а возможности, да, чтобы вот людей, ну, не то, что проинформировать, а замотивировать к тому, чтобы человек не просто увидел эту бумажку, а давайте придем и уберем парк, ну, например, там, расчистим озеро, а чтобы у людей еще и желание возникло, вот это самое сложное, и все люди, тем более, когда это взрослая категория, у которых там своя семья, своя работа, своих дел, очень много дачи там летом начинаются, опять-таки надо не забывать, что люди, проживающие в небольших городах, они гораздо больше привязаны к ручному труду на дачах, чем, например, люди в больших городах, то есть, понимаете, есть очень много таких нюансов, территориального там характера, территориальных значений, которые тоже надо обязательно учитывать, и если вы в июне или в июле, или в августе, например, предложите людям, давайте мы пойдем убирать парк, то навряд ли к вам кто-то придет, потому что они будут убирать и полоть свой огород, ну, большая часть, в какой-то степени, поэтому, опять-таки, даже самая упорка парка, это все нужно согласовать, грубо говоря, там, с властями, с местными, чтобы это не было как-то несанкционированный пикет, там вас еще привлекут, поэтому нужно обязательно провести сначала подготовительную работу, то есть нельзя сразу вот так вот бросаться, вот сейчас я пойду по заводам, с транспарантом встану и буду тут всех зазывать, приходите в волонтеры, нет, надо сначала как бы проанализировать ваш город, да, если это какое-то небольшое поселение, надо проанализировать, какая все-таки основная, если это, например, деревня, да, или какой-то поселок, навряд ли там есть много молодежи, ну, предполагаем, да, предположительно, в основном там бабушки-пенсионеры, ну, естественно, вы понимаете, что вы можете с помощью, их тоже можно привлечь, никто не говорит, что все, они там отработаны материалы, и как бы вот, пускай там сидят и носочки вяжут, они могут и носочки вязать с очень хорошей, с КПД высоким, потом эти носочки можно куда-то и пристраивать, да, да, поэтому нужно сначала провести подготовленную работу, проработать аудиторию, проработать город, проработать там погодные условия, территориальные всякие там, значит, особенности, да, самого населенного пункта, и, соответственно, продумать, продумать, какие есть возможности, вот, в первую очередь, информирования людей, может быть, и на базе вашего города есть какой-то просто потрясающий, я не знаю, дом культуры, в который в какие-то дни приходят, там, люди проводят дискотеки, там, допустим, для тех, кому за 30, ну, например, да, почему бы не прийти на эту дискотеку и не договориться о том, чтобы попросить у них, там, 5-10 минут в начале, когда люди соберутся, ну, такую, сделать объявление, почему бы нет, да, то есть, это тоже возможность проинформировать, да, пускай 2-3 человека, кто-то отзовется, и в такое-то время, которое вы там обозначите, придет и захочет попробовать, ведь надо понимать, что люди, они еще немного боятся, ну, как, ой, что я пойду, буду там, как, не знаю, кто там, что я, что я самый левый, там, самый лысый, да, то есть, еще вот этот фактор, он тоже присутствует, и надо это тоже учитывать, что, как бы, люди, надо их расположить, они не боялись, и выглядеть, ну, как-то не так, вот, что он пришел тут волонтерить, то есть, понимаете, немножко еще люди все-таки, ну, в какой-то степени стесняются волонтерской деятельности, это тоже надо понимать, учитывать, особенно в небольших городах, и этот фактор не сбрасывайте со счетов, поэтому, в первую очередь, проанализировать, провести подготовительную работу, ну, и дальше уже действовать, действовать, используя те методы. Хорошо, а вот надо было с этого начать, я как-то вот не подумал этот вопрос задать, расскажи, пожалуйста, и участникам нашей встречи, ну, уже совсем коротко, а сколько вот активных, действительно, реально активных людей сейчас в вашей организации, то есть, те, на кого вы можете положиться там на следующей неделе, через неделю и так далее, и как бы портрет вот усредненного этого человека, вот, кто это за человек такой, сколько это кто? у нас плавающие все время цифры, очень сложно посчитать, да, потому что приходят, уходят ребята, кто-то ушел на год, пропал, потом вернулся, то есть, вот так вот, но где-то человек 500 у нас точно есть, наверное, плавающая такая циферка, более-менее действующих, да, периодически появляются, кто-то активно всегда, кто-то менее активен, кто-то активен раз в год, но, я думаю, 500 человек точно есть, это все действительно взрослые люди, абсолютно разных профессий, у нас есть и врачи, у нас есть и предприниматели, есть у кого свой бизнес ребята ведут, свои компании, менеджеры, программисты, сис-админы, да, я не знаю, кого только нет, всех абсолютно разных профессий, какие, наверное, только существуют, и портрет, ну, наверное, как бы так, опрессовать 35 лет, взрослые самостоятельные люди, твердо стоящие на ногах, зарабатывающие, уже четко понимающие, чего они добились в жизни, к чему они еще стремятся, у каждого есть какие-то свои, конечно, глобальные цели, но, естественно, раз люди пришли в волонтерство, то, значит, я думаю, что в первую очередь ими движет вот эта внутренняя потребность, такая, внутреннее желание того, что человек, вот он уже чего-то в своей жизни добился, более-менее твердо на ноги встал, и сейчас он хочет просто помочь кому-то еще, и мы очень гордимся тем, что наши волонтеры, они, вот мы приезжаем к детям, да, в детские дома, в интернаты, и наш волонтер, он является таким, неким примером, примером полноценного взрослого человека, на кого нам бы очень хотелось, конечно, чтобы дети, ну, как бы ориентировались, как такой пример, кем ты можешь стать, и, в принципе, мы через портрет волонтера это доносит, стараемся донести до детей, насколько, конечно, это возможно в наших силах, потому что у нас там запрещено на территории курить, если, допустим, кто-то курит из-за ребят волонтеров, да, у нас это категорически запрещено, чтобы не лишний раз не провоцировать детей, то есть никаких там матных слов, естественно, все это не используется, то есть именно волонтер представляет собой, например, достойного взрослого состоявшегося человека, который является примером. А скажи, пожалуйста, вот занятость, ну, средняя вот такая, понятно, у вас есть те, кто раз в год, мы их не берем, ну, или давай не средняя, наоборот, а наиболее активная занятость одного волонтера. Я просто хочу пояснить, потому что, может быть, для кого-то вот разного рода встречи или поездки в какие-то вот учреждения там с сиротами или еще что-то, но это типа там приехал раз в год, да, ну, там два раза в год там что-то сделал, уехал, в данном случае клуб волонтеров это организация, которая взяла под опеку много детских домов и появляются там с постоянной регулярностью уже много-много лет, вот, и в этом смысле волонтер не может участвовать в организации, да, если он, ну, то есть он, может, вы никого не прогоняете, но он как бы становится, в общем-то, не суперосмысленным таким, ну, типа раз в год приду, что-то сделаю и уйду. Понятно, что для вас, наверное, наиболее ценны и важны те волонтеры, которые вот, ну, как-то постоянно участвуют. Ну, конечно, конечно, да. Ну, вот с какой периодией? Ну, у нас, смотрите, так как мы работаем с регионами, хоть мы сами и московская организация, но работаем с региональными учреждениями, да, детскими, и у нас поездка в одно учреждение происходит примерно раз в полтора месяца, ну, там плюс-минус, и, соответственно, вот если кто-то из волонтеров ребят ездит в конкретно какой-то интернат, вот он уже его себе закрепил, то получается, что он где-то тратит один день, у нас все-таки поездка занимает целый день, потому что ехать далеко 200-300 километров. Подготовка целый день минимум. Да, подготовка еще ведется, конечно, да, да, то есть надо что-то купить, какой-то реквизит по Москве, что-то, может быть, дома сделать какую-то предварительную поделку, да, да, еще подготовка, но получается, что вот где-то раз в полтора месяца человек тратит, ну, не знаю, ну, порядка там, ну, пускай в сумме двух-трех дней, если день поездки полностью взять, и там какие-то по чуть-чуть подготовительные, да, вот эти вот элементы, да, это, ну, это если человек ездит только в один интернат, а у нас есть волонтеры, которые ездят и в два, и в три, и, соответственно, у них гораздо чаще идет периодичность мероприятий, это, это только сами поездки, а еще надо не забывать, что клуб волонтеров, это большая организация, у которой есть еще и административные задачи, то есть у нас постоянно предлагают, передают какую-то гуманитарную помощь, которую надо что-то куда-то привезти, отвезти, вот тоже мы периодически просим ребят, волонтеров, что кто на машине, чтобы он что-то перевез, на складе постоянно делаем различные разборы, уборки там, ну, помимо этого еще ребята-волонтеры помогают социальные сети наши вести, там фотоальбомы какие-то формируют, ну, то есть на самом деле, это вот то, о чем я в самом начале сказала, что у нас уже просто давно организация существует, и у нас уже отлажена сама система и структура организации, и даже если кто-то из ребят, вот сейчас у нас там, допустим, девчонки уходят в декрет, и они говорят, мы сейчас не сможем ездить в поездки, ну, понятное дело, особенно когда маленький ребенок родится там, невыездные практически, да, особенно на целый день, но они все равно говорят, как мы можем все равно помогать клубу, что мы можем делать, и мы им даем какие-то маленькие функции, допустим, ввести там какую-нибудь табличку, табличку новичков, вот волонтеры приходят, они там у нас регистрируются, вот там, допустим, отслеживать автомобилистов там отдельно выделять, еще что-то, то есть какие-то маленькие-маленькие функции вот такого административного характера, мы этим ребятам, которые проявляют желание все равно остаться с клубом, ну, стараемся, как бы, ну, стараемся давать, чтобы ребята были все равно к клубу сопричастны. Да, понятно, спасибо огромное, Даша. Друзья, есть ли у вас вопросы к Дарье, хотели бы вы что-то уточнить, может быть, и про ее организацию, или про специфику, потому что, ну, действительно, это один из уникальных таких опытов в России, понятно, что в столь коротком формате обо всем не расскажешь, вот, но вдруг у вас есть вопросы. Так, хорошо, вопросов пока нет, но вы можете писать в чате, я очень надеюсь, что Дарье будет иметь возможность быть с нами, и тогда или в чате, или что-то вы сможете, как совмещать с работой, вот Ксения Курнецова спрашивает, если Ксения условно потенциальный волонтер, да, то Ксения спрашивает, как совмещать с работой. Даша, как ваши ребята, вот тоже одно из удивлений, когда мы познакомились с клубом волонтеров, было именно в том, что на тот период в нашей организации было очень много студентов, но не в том плане, что мы пришли в ВУЗ, и как бы партнерились с ВУЗом, а они пришли к нам сами, порознь, вот, и для нас было удивление, откуда вот у них столько вот этих вот уже взрослых, самостоятельно действительно людей, работающих, причем у многих людей работа отнюдь не простая, то есть она очень плотная и так далее. Даша, как они совмещали? Ну, вы знаете, я порой поражаюсь нашим волонтерам, честно, потому что когда у нас идет какое-то крупное мероприятие, вот мы несколько раз проводили там фестиваль творческий, где у нас приезжали порядка там 10-12 школ одновременно, вот, то ребята, те, которые была оргкоманда, волонтеры готовили это мероприятие, они брали отпуск на работе, допустим, там неделю или там 3-4 дня для того, потому что невозможно, естественно, в рамках рабочего времени решить миллион вопросов по перевозке, 10 школ привезти, всех поселить, похормить, сценарий мероприятия, ну, там просто, я думаю, вы можете себе представить, что такое организовать такое мероприятие, и действительно, некоторые ребята брали отпуск там либо за свой счет, либо там счет отпуска для того, чтобы вот, ну, это когда крупные такие у нас, конечно, мероприятия были, что касается такой нашей повседневной деятельности, то у нас все мероприятия проходят по выходным дням, по выходным дням, либо по вечерам после работы, то есть вот у нас все мероприятия для волонтеров, мы, естественно, делаем после 7 вечера, вечера, когда вот мастер-класс сейчас у нас будет по общению с детьми проходить, вот в четверг, например, да, он, конечно, начнется полвосьмого, чтобы все могли приехать, но в любом случае, конечно, да, кураторы, они более подзагружены, и перед поездкой у них идет чуть большая нагрузка, но ребята как-то встраиваются, то есть выбегают, как только не рассказывали, когда по телефону решить миллион вопросов, выбегают в коридор, где-то там прячутся за углом, чтобы там что-то вот это все организовать, ну, то есть как-то встраиваются, как-то крутятся, вот это, знаете, общее дело, общая идея, помочь и вообще вот сделать что-то такое важное, она побеждает все трудности и все преграды, все преграды, вот, так что как-то стараются, стараются, ребята, я сама была в такой же шкуре, когда, будучи еще куратором, я также постоянно выбегала в коридор для того, чтобы решить миллион вопросов по телефону, там, по организации разных. Ну, мне еще представляется, и, наверное, это будет относиться и к Карине, Карина тоже нам расскажет, это будет относиться и к Дарьи, и к нам тоже очень сильно помогает взрослым людям участвовать в благотворительных волонтерских проектов, ясность и конкретность, ясность и конкретность задачи, где, где человек понимает временные рамки, вот у Дарьи, да, там, поездка, например, осуществляется, там, выходные дни, да, там, только в субботу или только в воскресенье, человек заранее об этом знает, или, например, там, какое-то мероприятие волонтерское, оно там тоже заранее, оно всегда заранее, оно всегда известно, и человек вполне может свой график разгрести и, соответственно, принять какое-то решение об участии. Так, Дарья, спасибо огромное, там есть еще вопросы в чате, можно по ходу и ты будешь отвечать, и Карина, Карина, расскажите про прекрасных создателей, я знаю, что у вас очень непростые направления, на самом деле, для волонтеров, и, вы знаете, и много раз вам это говорил, тоже искренне очень удивление, вы взяли как бы, ну, себе в работу, да, такие дела, за которые не берется никто, в частности, в больничную помощь, вот, или помощь на дому женщин с детьми, с инвалидностью, это очень тяжело, и, очевидно, волонтеры у вас есть, это известно, это все очень здорово, поделитесь, пожалуйста, вашим опытом. Но сначала тоже, если можно, общую справку для участников, они же про вас ничего не знают, вот такие направления, там, сколько волонтеров, какой там средний фактор и так далее. Спасибо большое, Юрий, всем еще раз доброго дня, я все-таки нашла презентацию, чтобы это было более наглядно, интересно, меня зовут Карина Борзых, я руководитель Центра социальной поддержки добровольчества Созидателя, мы помогаем детям, я хотела бы для начала, вот Дарья очень здорово сказала в самом начале про структуру, я тоже хочу это подтвердить, ее слова, и как раз в начале этого года мы начинали с того, что проходили обучение у команды Даниловцы, наших московских коллег, которые помогли нам с этой структурой, со своей разобраться, перетрясти, то есть мы уже много лет до этого работали, я с 2009 года в благотворительности, и мы уже так немножечко были зашорены, нам нужен был свежий профессиональный взгляд со стороны, мы пригласили вот благодаря фонду Владимира Потанина выигранному гранту Юрия со своей командой, и они нам помогли разобраться до самых мелочей буквально в нашей системе набора, отбора волонтеров, найти все плюсы, все минусы, и это тоже нам очень помогло, вот кстати, то, что Юрий сейчас говорил про точки приложения волонтерских сил, это как раз таки мы очень подробно расписали на сайте, чтобы волонтеры сразу могли это увидеть и понять, чем я могу помочь и где в каком направлении, то есть конкретика действительно очень важна, вот поэтому хотела подтвердить еще раз эти слова, иногда может быть есть смысл действительно приглашать коллег более опытных, более профессиональных, чтобы они помогли немножечко вот как-то вырасти, что ли, и чтобы команда тоже была более профессиональная, когда не возникает никаких вопросов. Так, ну и начать хотелось бы с чего? Немножечко похвастаться, если можно, буквально на днях, в день волонтера, 5 декабря, всех причастных с праздником, конечно же, поздравляю, из рук губернатора нам была вручена награда за развитие в сфере добровольчества, то есть нашу организацию, одну из десяти Санкт-Петербургских, признали одной из лучших в этой сфере. Ну и, наверное, неспроста, потому что действительно у нас очень много волонтеров, на данный момент 286 человек, это по последней переписи, но в месяц прибавляется от 20 ежемесячно желающих к нам приходить. И сразу хотела бы сказать, вот я сейчас попробую демонстрацию экрана, что наш портрет волонтера, конечно, он зависит от того, кому мы конкретно помогаем, и везде он будет разный в зависимости от сферы вашей помощи. Так как мы помогаем детям, то у нас портрет, это в основном женщины, 85% женщин, хотя и мужчины тоже есть, от 30 до 50 лет. Это такой возраст, либо когда у девушки, у женщины еще нет ребенка, но уже есть огромное желание, да, вот материнский инстинкт, либо это уже женщины, которые вырастили своих детей, нет еще внуков, а есть свободное время, в профессии они свои уже устоялись, уже достаточно самодостаточные, и им хочется делиться. И вот такой контингент в основном приходит как раз к нам в наши проекты. Ну и кому мы, собственно, помогаем? Проект «Вместо мамы». Мы ухаживаем за детьми, за отказничками в больницах Санкт-Петербурга, во всех больницах города. Это те дети, которые из детских домов, домов ребенка поступают на лечение. Сейчас, к сожалению, еще такая статистика, что очень много детей изымают из семей. То есть это и не детдомовский ребенок, и не семейный, нечто среднее в подвешенном состоянии. И за такими детьми мы тоже ухаживаем. В данный момент, пока мы с вами разговариваем, пять волонтеров как раз-таки дежурят у таких детей в пяти разных больницах города и даже Ленинградской области. Второе направление – это помощь семьям, воспитывающим детей с инвалидностью. Сейчас уже 107 таких семей, они растут просто с каждым днем их количество. Здесь работает сарафанное радио, мамочки друг другу рассказывают, делятся, что вот такие волонтеры-созидатели могут прийти помочь. А помочь они могут и словом, и делом. Иногда просто с мамой посидеть на кухне, попить чаю – это уже для мамы огромная помощь, потому что, как правило, они живут 24 на 7, один на один со своей бедой, проблемой и очень изолированы от общества. То есть, как помните, в пандемию мы не могли выходить из дома, так вот они практически всю свою жизнь с момента рождения особого ребенка живут. Психологи наши помогают, оказывают семьям психологическую поддержку. Волонтеры-мужчины могут помочь с мелким ремонтом. Ну и, конечно, маме мы даем передышку, чтобы мама могла хоть изредка выйти из дома, сделать какие-то не только важные дела, как, например, сходить в магазин или оформить пособия, но еще и сходить в парикмахерскую, выйти в магазин, встретиться с подругой. То, что у нас есть в жизни, в нашей постоянно присутствует, и то, как раз-таки, чего наши мамы лишены. Стараемся это им дать, чтобы мама получила ресурс и не отдала ребеночка в детское учреждение. И еще одно крупное направление – это помощь детям в учреждениях. У нас мы в детских домах, и в домах ребенка, и в приютах работаем. Более 400 детей в этих учреждениях мы навещаем. Здесь мастер-классы социализирующие, развивающие. Здесь репетиторство очень большое. Такое внимание уделяется. Помогаем детям не остаться на второй год, подтянуть их по школьным предметам. Ну и изредка прогулки, праздники и так далее. То есть основной наш контингент – это дети от нуля до 18 лет. Дети-сироты, дети с инвалидностью, дети по какой-либо причине, оставшиеся без попечения родителей. Ну и, конечно, как мы информируем о том, что у нас можно стать волонтером. Мы стараемся писать гранты на социальную рекламу. Вот сейчас работаем по гранту в Яндексе и ВКонтакте. В ВКонтакте я могу сказать, что очень действенная реклама. У нас после последней кампании на открытую встречу познакомиться с нашей организацией сразу пришли 35 человек. То есть такой всплеск большой, так скажем. В Яндексе меньше. Ну, она всплывает где-то в почте, в электронной, при погоде и так далее. И все-таки ВКонтакте мы видим, что больше людей приходит, даже если нет целенаправленной рекламы, потому что люди, оказывается, следят месяцами и годами за нашей деятельностью. То есть почему так важно уделять внимание ведению социальных сетей? Потому что люди просто, оказывается, изучают долгое время, как работает организация, чем она занимается, какую помощь оказывает и как они именно могут помочь. И только потом зреют, приходят и рассказывают нам на открытой встрече, что, собственно, их заинтересовало. И, кстати, еще одно из интересных таких мероприятий для волонтеров, это как раз-таки вот открытые встречи, про которых я упомянула. Это ознакомительная встреча, еще не собеседование, где не требуется приносить еще пока документы, подписывать договор. Туда может прийти любой желающий, может прийти с подругой, с коллегой, с мужем, с женой, чтобы не было страшно, чтобы было комфортно максимально, и узнать максимально о деятельности организации. На этой встрече стараемся приглашать не только координаторов ведущих мероприятия, но также и действующих активных волонтеров, потому что, как оказалось, для будущих волонтеров всегда очень важно видеть настоящего живого волонтера. Говорит, так хочется его увидеть, потрогать, узнать, что это за человек, и что это не миф какой-то. Там мы рассказываем очень ярко о нашей деятельности, о ярких результатах, которых удается добиться. Стараемся всю эту встречу вести в режиме диалога, чтобы люди не только слушали наши монологи, но и максимально задавали вопросы сразу же по ходу встречи, делили своими впечатлениями, историями. То есть стараемся на этой открытой встрече максимально заинтересовать и сделать ее максимально эмоциональным. Многие люди плачут прямо на этой встрече, потому что мы рассказываем такие истории. Мы не давим на жалость ни в коем случае. Мы стараемся рассказать наоборот с позитивом, с каким-то хорошим настроем, что вот как помощь одного или компании наших добровольцев смогли изменить жизнь к лучшему нашего подопечного ребенка. Вот на таких положительных примерах стараемся строить эту встречу. Также мы стараемся участвовать во всех городских мероприятиях города, фестивалях всевозможных, где можно рассказать о нас. Это тоже приносит долю волонтеров в нашу организацию. Здорово, что там можно сразу заинтересовать как-то вот не просто мы стоим рассказывая, например, мы стоим и пеленаем пупсиков или учим надевать памперс. Или вместе отвечаем на неудобные вопросы. То есть мы сразу пытаемся погрузить человека в нашу деятельность. Мы говорим, вы прекрасно, только что запеленали пупсик, вы уже практически готовый волонтер, приходите к нам в нашу организацию. И сразу же подключаются люди, им становится интересно. И самое главное, что это и детей привлекает, а дети привлекают своих родителей. То есть сразу такая цепочка. Целая семья задействована уже в помощи в больницах, например. Кстати, также мы проводим уроки милосердия в школах, но это нацелено больше как бы на детей. Но такие же уроки милосердия мы проводим и для компаний. Например, мы ходили в Цех 85, наши партнеры, которые нам уже давно помогают. И для их сотрудников тоже организовывали такую встречу, рассказывали о нашей деятельности, рассказывали, какой эффект от помощи их компании с благодарственными видео от наших ребят. Там тоже люди сидели и плакали. Мы смеемся, что вот часто доводим людей до слез. Ну, в хорошем смысле. Вот, то есть в компании, в принципе, тоже здорово привлекать. И даже те партнеры, юридические лица, наши спонсоры, которые нам помогают регулярно, мы стараемся тоже не только, чтобы они давали деньги. Мы говорим, приходите. У нас есть мероприятие, где не нужно становиться волонтером, вот проходить вот эту бюрократическую систему со справками, с анкетами, с заполнением договора. Вы можете просто прийти на каком-то массовом мероприятии, например, парад Дедов Морозов, который у нас будет 30 декабря. Ну, может любой желающий. И туда он может тоже пригласить и коллегу, и друзей, и родственников, и взять всю свою семью. Там нет никаких возрастных ограничений. И тоже люди таким образом очень здорово привлекаются. Потом уже участвуют не один год, и потом уже после такого мероприятия обычно они хотят уже становиться постоянным волонтером. Не только вот под Новый год, но уже помогать в течение всего года. Да, и вот Дарья тоже уже упоминала про то, что волонтеры – это тоже точка приложения нашей силы. Мы стараемся всячески волонтеров поддерживать. То есть не только то, чтобы они помогали в наших проектах, потому что работа – это очень тяжелая. Если говорить о занятости наших волонтеров, то, например, в больницах дежурят добровольцы от 6 до 12 часов, иногда и сутки, но по своим возможностям исходя. Кто работает пятидневку – это вечером или на выходные. Кто работает сменный график – они иногда выходят и будние дни. Вот прямо сейчас дежурят. И, как правило, это раз в неделю, раз в две недели. То есть у нас это такая регулярная помощь. Мы не можем детей в больницах, например, оставить ни на секунду без сопровождения волонтера, потому что очень маленькие, очень сложные дети. Вот вчера поступила девочка, ей всего 21 день с рождения. Конечно, мы ее не можем оставить одну даже на минутку. Поэтому труд очень серьезный. Детки иногда наши уходят по причине болезни или инвалидности. И, конечно, волонтеров очень необходимо поддерживать. У нас есть команда психологов профессиональных, очень опытных, которые сами тоже являются у нас волонтерами. Они могут как оказать индивидуальную поддержку, консультацию каждому волонтеру, так и проводят регулярные психологические тренинги и супервизии, как по проектам, так и, в общем, по организациям. Кроме того, то, что мы перед каждым проектом, у нас обязательно обучение проходит, неважно, в какой волонтер выберет, обязательно в каждом его нужно пройти, чтобы человек понимал, на что он идет, какие там есть особенности у детей, какие виды помощи, и чтобы мог рассчитать правильно свой ресурс. Но также мы большое внимание очень уделяем командообразующим мероприятиям. Вот 9 числа мы вместе отмечали День волонтера, пришли более 100 волонтеров наших. Не все, к сожалению, но все-таки смогли прийти. И столько положительных отзывов после этого мероприятия, потому что люди знакомятся таким образом друг с другом. Начинают общаться, начинают делиться своими сложностями, ну, потому что действительно непростой труд. Помогать друг другу. Таким образом, кстати, у нас в октябре образовалась первая семейная пара среди волонтеров. Поженились наши добровольцы. Надеемся, что сейчас на подходе уже вторая такая пара. И мы уже как дружим годами, дружим семьями. Это уже не просто стало для нас волонтерством, сходить раз в неделю помочь ребенку, а уже как настоящая семья. Мы вместе проводим время. Летом ходим в походы на пикники, ездим вместе в паломческие поездки, вместе отмечаем праздники, посещаем экскурсии и музеи. То есть такая у нас еще очень насыщенная культурная программа, что тоже нас очень сильно объединяет. И поэтому это позволяет волонтерам тоже как можно дольше оставаться в организации, потому что для них это уже не просто прийти помочь, а уже нечто большее. И они это очень ценят. Это действительно видно. Так, что еще не сказала? Да. Вот как раз фотографии с наших различных мероприятий, которые мы вместе проводим. Мы развиваем еще волонтеров как личность. То есть не только пошли в театр, в музей, мы стараемся еще их компетенции повысить. Причем не только касаемо волонтерской деятельности, курса ораторского мастерства, тренинг по тайм-менеджменту, уроки рукоделия, все что угодно. Это тоже очень ценится волонтерами. И вот данные, но это всего лишь с мая по ноябрь этого года, не за год по нашим проектам. То есть каких удалось достичь показателей за год, это, конечно, в два раза больше как минимум. А по больницам так и в четыре. Вот фото с наших мероприятий, нашей помощи. И, собственно, вот примеры, да, как выскакивает реклама про нас и какие есть данные. Это тоже только с мая по ноябрь этого года. Часто выскакивают такие вот картинки. В основном, кстати, вот не зря здесь, хоть у нас направление четыре, но здесь это помощь детям в больницах. Потому что, как правило, на больницы как раз-таки приходят волонтеры. Потому что больше всего цепляет грудничок, который один, который отказничок, больницы, больной ребенок. Вот это факт, от этого никуда не уйти. Потом уже они начинают распределяться между проектами постепенно. Но в первую очередь именно больничный уход привлекает больше всего. Несмотря на то, что это самый сложный, самый трудоемкий и эмоционально тяжелый проект. Карин, ну, задам вам тот же вопрос. А мне даже интересно, что вы, мы сами, предположим, вы с прекрасной вашей семьей переехали в небольшой город. на годик, а там захотели аналогично что-то делать. Вот, в вузы и колледжи не пойдет. Где вы людей? А, кстати, вы знаете, интересный вопрос. Я вспоминаю, что когда мы начали этим заниматься, не было еще и контакта. Думаю, как же мы тогда умудрялись вообще находить людей? Вот я и спрашиваю, как было. Ну, тогда и масштабы, конечно, были другие. Сейчас, конечно, да, вот так, как и Дарья сказал, очень помогают социальные сети, очень помогает сарафанное радио. Я, кстати, тоже забыла об этом упомянуть, потому что у меня вот и коллеги с моих бывших работ приходят, то есть читают, читают, читают посты, потом такие, так, все, мы тоже созрели, мы тоже хотим помогать. И, кстати, интересная тут история. К нам недавно пришла Анна Ковальчук и является теперь нашим волонтером в больницах. Это актриса театра и кино и дежурит и сейчас. И вот мы говорим, Анна, ну вы-то как о нас узнали, из чего вы вдруг к нам пришли? Она говорит, а мне в храме просто рассказали, что вот есть такая организация, что приходите, как бы там надежно. Вот сарафанное радио тоже никто не отменял, на самом деле. Подключаем у нас. Она прошла все ваши квесты? Да, представляете? Ну мы кое-что, конечно, сделали. Святой человек. Да, да. И самое главное, как оказалось, что она достаточно подготовлена уже была, как будто бы уже все знала. Ну мама двоих детей, тут уж опыт, как говорится. И очень здорово влилась в команду и помогает и сейчас. Она еще какие-то детские передачи ведет как раз с детишками, и очень здорово у нее получается, поэтому мне кажется, ее прям призвание, да. Так, я попрошу Карину посмотреть чат. Карин, в чате есть несколько вопросов. Дарья по-своему на них ответила. Может быть, вы ответите как-то по-своему и тем самым поможете участникам. Друзья, задавайте, пожалуйста, вопросы Карине. Можете голосом, можете в чате. Мы будем очень рады. Как раз сейчас самое время что-то выспросить. Так, Карина, да, вы читаете и ответите, да? Ну как совмещать с работой? Сейчас, наверное, раньше было это сложнее сделать. Сейчас очень многие работают дистанционно, многие работают посменно. Кто-то на телефоне, и это очень облегчает, потому что наша работа в больницах, она круглосуточная. У нас в новогоднюю ночь дежурят волонтеры с ребенком. Так что для нас не существует ни праздников, ни выходных, ни будней. У нас все в одно сливается. Поэтому тут исходим из того, какой график у самого волонтера. Пятидневка значит выходной, два через два значит в свои выходные. Но, как правило, один раз в неделю уходит волонтер. Все-таки регулярность, она тоже важна. Для некоторых наших проектов, например, если ребенок занимается с репетитором, то, понятное дело, репетитору с сентября по май нужно понимать, что он должен как минимум тоже раз в неделю приходить к ребенку. Если он придет раз в месяц или раз в два месяца, то там ни контакта не возникнет, никаких успехов, ничего не успеется за это время произойти. То есть тут важна регулярность. Сейчас еще смотрим. Если волонтер работает, но делает это не очень хорошо, тут важно понимать, в чем это проявляется. Если это идет нарушение правил волонтера, у нас каждый волонтер подписывает, когда договор, он знакомится с правилами. Если это какое-то грубое нарушение, человек сразу может быть отстранен, предупрежден и отстранен. Если что-то не сильно такое критичное, предупреждение, выговор, а потом уже при повторе человек исключается из волонтерства. Если делает это не очень хорошо, ну, например, что это может быть? Например, волонтеры говорят, вот я боюсь идти к подросткам, потому что я не знаю, о чем с ними разговаривать. Мы говорим, хорошо, у нас есть обучение по детской психологии подростков, вы можете прийти, у нас есть и в записи эти материалы, можно вживую с психологом на эту тему пообщаться. То есть мы даем все инструменты для того, чтобы эту ситуацию скорректировать. Если не знаешь, чем играть с четырехлетним ребенком, тоже, пожалуйста, есть тренинг по играм, есть целый сборный в библиотеке мастер-классов. То есть как можно в условиях, когда ты пришел с работы, из того, что у тебя имеется под рукой, заинтересовать ребенка. Там ключи какая-то, палочка, листочек, да, и как из этого сделать игру. То есть мы готовим ко всему, к работе в любых условиях. Ну да, и, конечно, вот тут уже есть, да, от Даши ответ, что наставник. Никогда у нас волонтер новенький не идет ни в один из проектов без сопровождающего опытного волонтера. И будет ходить столько раз с сопровождающим наставником, сколько это потребуется, пока не возникнет чувства уверенности, пока сам наставник не скажет, что да, все, этот волонтер уже готов к самостоятельным посещениям детей, к самостоятельным дежурствам. Да, и вклад мы вот на дне волонтера, у нас такой своеобразный свой Оскар каждый год. Мы выделяем самых активных волонтеров по каждому из проектов, выделяем универсальных волонтеров, которые умудряются каким-то образом, не знаю как, сразу в нескольких проектах участвовать. Всех волонтеров мы в течение года поздравляем с днем рождения на стене в нашей группе, отмечая его заслуги, их достижения. Им это тоже всегда очень приятно. Ну да, как говорится, большая семья, где все горести и радости все проходят вместе. Так, Юрий тут уже ответил. Да. Как мотивируем к обучению? Есть обязательное обучение перед входом в каждый проект. Вот допустим, мы не сможем допустить волонтера, если он не прошел тренинг по уходу за детьми в больницах. Даже если у него пятеро детей, даже если он мегаопытный, является психологом, медицинским сотрудником и педагогом в одном лице, все равно мы говорим, что есть свои особенности. Есть свой ребенок дома, это ребеночек-отказник в больнице со своими психологическими какими-то особенностями. И опять-таки, вы дома, это больница. Мы знаем требования медсестер, требования врачей. За годы уже сформировалась вот эта структура, вот эта схема, которой мы и делимся с нашими новенькими волонтерами. И без этого понимания, или что делать в критической ситуации, в случае конфликта с медперсоналом, с соседкой, с чем угодно, к этому всему мы как раз-таки готовим на этих встречах. А потом уже дальше есть, ну, такие дополнительные обучения, например, по тем же играм, по тем же, по общению с детьми с тяжелыми многочисленными, множественными нарушениями в развитии. И волонтеру интересно становится со временем тоже узнавать что-то еще новое, дополнительное. То есть они еще и растут в этом. Вот. И сами еще просят дополнительные какие-то. Вот. Так, так, так. Дальше смотрю вопросы. Важна регулярность и ответственность. Нет. Это как раз-таки про волонтерство, не про какие-то трудовые отношения с волонтерами. Волонтеры, они только добровольно у нас помогают. Но так же, как вот Юрий говорил нам на обучении, что даже если этот труд делается добровольно, безвозмездно, это все равно тоже накладывает ответственность. То есть если волонтер записался на дежурство в больницу, то он как бы должен, по сути, сдержать свое обещание. Не то, что должен, мы на него рассчитываем. Если случился какой-то форс-мажор, человек заболел, не смог, что-то дома. Конечно, он сообщает об этом заранее, мы ищем замену. Но все-таки про ответственность тут, мне кажется, это не зависит от того, на трудовых ты отношениях с организацией или ты просто волонтер. Пока что, в принципе, мы видим, что люди очень осознанные, очень ответственные приходят. Так, смотрим еще. Вроде все, все прошли, Юрий, вопросы. Да, спасибо огромное, Карин. Друзья, есть ли еще вопросы к Карине и про вот эту потрясающую организацию? Козидатели, напомню, там три направления работы. Вот больничная помощь детям, на старше, без исключения родителей, где волонтеры дежурят. В больнице помощь семьям, большей частью мамам с детьми, с инвалидностью, с особенностями. И эта помощь на дому, это тоже очень простая история. И работа с детьми-сиротами уже на территории детских домов или каких-то сиротских учреждений в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Есть ли какие-то здесь тоже вопросы? Я пока скажу вот тоже про это ГПХ. Дело вот в чем, что волонтерство от сотрудника отличает не объем занятости. То есть человек, ну, бывают виды волонтерства, да, где человек фактически как на работу, чего-то там вот прям по 8 часов в день делает. Ну, это может быть редко, прям по 8 часов, но тоже бывает. И волонтерство от работы за деньги отличает, получает человек с деньгами и не получает. Вот что это отличает. И тогда, если человек получает деньги, то тогда он, соответственно, ну, как сказать, взаимодействует с работодателем, в соответствии с трудовым кодексом. И это взаимодействие, оно регламентировано в трудовом кодексу. Если человек денег не получает, то это взаимодействие уже регламентировано законом о благотворительности и волонтерстве, в котором это нет в удовольствии отношений, безусловно. И вот ответственность распределяется совершенно иначе. То есть проблема здесь не в количестве часов, а именно вот в виде отношений, в которые человек вступил, если человек вступил в рабочие отношения, заключил договор, получает зарплату, то, соответственно, у него и уровень ответственности, и, соответственно, все, что работодатель может переделить, соответственно, с договором или в соответствии с трудовым законодательством, да, это все должно быть. Если человек волонтер, то это его благотворительность, и он при этом может работать. Вот Карина не даст соврать, наверняка, большая часть сотрудников Созидателей в свое время были такими волонтерами почти на фултайм. И при этом они не подчинялись законам. Трудовому законодательству это была их благотворительность. Они дарили своим вот этим благополучателям, ну, если обобщить, да, там, благотворительной организации, свою помощь, свои услуги, свое время. То есть здесь разница не в определении. Давайте тогда я тоже поделюсь опытом движения Даниловцы о том, как мы работаем с волонтерами. Сейчас действительно у нас, большей частью, люди взрослые. У нас есть некоторое количество студентов старших курсов. Но еще раз скажу, это не благодаря тому, что мы взаимодействуем с каким-то вузом или еще что-то. Просто они пришли сами, как обычные граждане. Но большей частью у нас сейчас тоже люди рабочие. По возрасту, наверное, близко уже к тому, о чем говорила Дарья. Средний возраст, наверное, 30 или 25 лет. При этом у нас есть волонтеры и возраста старшего. Есть и серебряный возраст, но очень мало, единицы. И есть вот какое-то количество студентов. Но в основном вот уже такой возраст, средний, 30 копейек. Что мы с ними делаем? Да, какие направления деятельности, если вы не знаете, то наша благотворительная организация специализируется на помощи детям, взрослым, одиноким пожилым людям на территории учреждений, в которых эти люди проживают или лечатся. Мы не помогаем надавнее, но в учреждениях, в общем-то, всех типов, это разные больницы, разные учреждения для взрослых с особенностями, там и психонерологические интернаты, и геронопсихиатрические центры и так далее. И это дома престарелых, где, ну, просто одинокие пожилые люди. Есть и приюты для подростков, мы помогаем также бездомным людям, но это не совсем учреждение, но, тем не менее, такая помощь ведется. И заключенным тоже. Я постараюсь не столько рассказывать про нас, сколько какие-то некоторые выводы в каких-то других местах. Я тоже ими делился, но мне кажется, что в контексте нашего разговора эти выводы, они могут быть полезны или как-то значимы. Ну, вот такой очень важный принцип. Если вы хотите привлекать волонтеров, в том числе взрослых волонтеров, то, пожалуйста, очень важно нужно помнить, что кого вы позовете, те и придут, на что позовете, на то и придут. Вот, очень часто об этом забывают и зовут людей на что-то, что никак не связано с работой. Вот, очень важно всегда помнить, что волонтерство – это бесплатный труд людей на благо каких-то других людей. Ну, или, в общем, на благо общества, если это экология или еще что-то. И поэтому, естественно, звать людей нужно, ну, скажем так, именно на это, а не на что-то другое. Вот, кого позовете, придут. То есть, условно говоря, позовете тусовщиков, придут тусовщики, потому что будут ждать тусовки. Позовете тех, кто любит, я не знаю, там, ездить на море, а у вас какой-нибудь очень сложный инклюзивный лагерь, к вам придут те, кто любит ездить на море. А вот, на что позовете, на то и придут. Все то же самое, да. Позовете людей на отдых, придут там, вот, позовете людей на досуговые мероприятия, придут на досуговые мероприятия. Но не придут те, кто хочет работать. Вот, в рекламе мы продаем людям, продаем в кавычках, но с точки зрения национальной, безусловно, продаем, мы продаем людям бесплатную работу. И отсюда нужно тоже об этом помнить. Вот, есть очень известная пирамида Маслова, вот, и в контексте нашего разговора здесь нужно что понять, что людей, которые заинтересованы нижними вот этими этажами пирамиды Маслова, ну, там, идеологические-то потребности, потребность защищенности, там, принадлежности к сообществу, этих людей много. И иногда создается иллюзия, давайте мы будем звать этих людей. Давайте мы будем звать людей, вот, как раз, на принадлежность к сообществу. Давайте будем звать людей, которым интересны, вот, закрытия каких-то базовых потребностей. Таких людей действительно много. Но бесплатно работать могут люди, как раз, которые стремятся, там, к самореализации, к самоактуализации, к каким-то смысловым вещам, к желанию помогать людям. И количество тех, кто готов действительно волонтерить, это всегда очень маленькое количество людей. И вот вспоминайте первые вещи, о которых я сказал, кого позовете, на что позовете, те и придут. Вот если вы будете звать людей на что-то, что связано с какими-то базовыми историями, к вам придет очень много людей. Только работать они будут. И вот в этом смысле наша попытка обратиться к людям, это всегда все-таки продажа должна быть, ну, в продажах в кавычках данном случае, но если речь о рекламе, так оно и есть, именно бесплатная работа, что мы заверем людей бесплатно работать. И, в общем-то, больше ни на что. И следующий момент связан со взрослыми людьми. Он тоже очень важный, что когда вы пытаетесь привлечь взрослых людей, а не подростков из колледжа, то тогда вы должны четко понимать, что ваша задача привлекать людей, она состоит в том, чтобы обеспечить именно необходимое число рабочих рук. И не больше, и не меньше. Необходимое число рабочих рук. Вам не нужны эти взрослые люди для того, чтобы как подростки из колледжа, там, тусить, не знаю, играть, гулять, там, забавляться, еще что-нибудь такое. Вам не нужны они как студенты, которые тоже любят какую-то, вот, не знаю, движуху или прочее. Вам люди нужны для того, чтобы выполнить какой-то конкретный труд. И чтобы вместе с вами его сделать. Именно вместе с вами. Не без вас, а вместе с вами. И люди это очень чувствуют. И, думаю, что из сегодняшних даже рассказов вы тоже здесь много чего поняли. И если мы говорим про взрослых людей, не про студентов, особенно не про ребят из колледжей, школы, там какое-то принуждение, особенно в колледжах, школах, в хорошем педагогическом смысле, оно возможно. Но когда вы говорите про людей и взрослых, то, безусловно, вы можете работать только с теми, кто готов волонтерить сам. Не пытайтесь взрослым людьми мальфленировать. Не пытайтесь взрослым людям что-то такое втюхать или, я не знаю, как-то на них надавить. Ну да, вы надавите, ну да, он придет. Но поскольку он человек уже взрослый, то он достаточно быстро поймет, что за вашими словами ничего не стоит, ничего не происходит, и этот человек уйдет. Поэтому для вас принципиально важная история по отношению к взрослым людям помогать, привлекать и работать с теми, кто сам этого хочет. Ну вот давайте, кто такие взрослые волонтеры. Если вы хотите думать про взрослых волонтеров, то я вам советую прежде всего думать, глядя на себя в зеркало. Не пытайтесь думать о них, как о каких-то странных там марсианов или о каких-то школьниках возрастевших, которым просто нечего делать. У любого взрослого человека, так же, как у любого из вас, есть своя занятость, своя зона ответственности и за семью, и за работу, и за близких, и свои хобби, и свои интересы. Есть свое уже сложившееся понимание, что я готов делать, сложившееся понимание, что я не готов делать. И вот если вы хотите понять, кого вы привлекаете, вы привлекаете ровно такого человека, у которого уже есть достаточно ясное понимание, сколько у меня есть времени, на что я согласен, на что я не согласен и так далее. И с большой очень вероятностью всерьез изменить вот это не получится. То есть если какой-то взрослый человек хочет помогать старикам, а вы его переубедили помогать детям, скорее всего, долго это не продержится. поэтому пытайтесь относиться к взрослым, так же, как к себе. Сколько у вас свободного времени, столько его нет. Ну, то есть его мало. Сколько у вас, там, не знаю, родственников, друзей, хобби, вот столько его нет. То есть люди занятые. Вот об этом очень важно помнить, на самом деле. Дальше. Ну, это, в общем-то, о том же, да. И здесь вот пытаюсь тоже через эти вопросы обратить ваше внимание, что взрослый человек – это не подросток. Ну, насколько каждый из вас мечтает вот сейчас иметь супер много новых знакомых. Там, тусить с кем-то, ездить, знакомиться и прочее, да. Хотите ли вы за какую-то майку, за футболку что-то такое сделать? Вот готовы именно вот, имея работу, имея семью, прям ради майки трудиться, да. Желаете ли вы чему-то учиться, прям вот так вот всерьез, несмотря на то, что, да, там у вас какая-то занятость, там у вас уже есть какие-то компетенции и прочее, да. Есть ли у вас желание проводить время с, там, я не знаю, незнакомыми людьми, да. Вот, я думаю, нет. Или мало. То есть это несоизмеримо ни со школьниками, ни с колледжами. Очевидно, что, скорее всего, отметок здесь будет нет или там чуть-чуть, да. И вот, собственно, главный вопрос. Какой мотив? Я здесь поэтому благодарен Дарье. Дарья много об этом очень говорила. И то та же самая. В нашей истории я абсолютно уверен, что и Карина тоже это подтвердит, что единственный мотив – это именно вот, ну, сделать доброе дело, сделать что-то значимое, но что к чему-то приобщиться, да. Ну, или давай сейчас, когда мы вернемся еще, или сейчас, подождите, пролюснем. Вот, да, вот. То есть важно очень для детей и взрослых, чтобы вот было то, что на экране. Что если есть дело, в которое меня зовут, оно реально нужное, реально важное и реально благотворительное. То есть это не какая-то фирма по продаже мороженого, которая просит меня бесплатно у метро раздавать мороженое. То есть, грубо говоря, быть бесплатным рекламщиком для них, да. Это, конечно, плохо, потому что это коммерческая фирма, она на мне просто хочет сэкономить на рекламе. Вот. Второй момент. Да, и человек это очень быстро чувствует. То есть если его пригласили бесплатно раздавать мороженое, он бесплатный рекламщик – это одно. А если ему показали, например, вот, как в Карина потрясающие эти примеры, есть дети-сироты, или там дети, которые вот в каком-то подвешенном статусе, без родителей, оказались в больнице, девочке ей всего 26 дней, и, в общем-то, никому до нее с этой точки зрения дела нет, она в больнице, ну, просто лежит, и все. И тогда для взрослого человека становится понятно, да, это благотворительность. В каком смысле, что я этому ребенку подарю свое время, свою заботу, свое участие, и тогда жизнь этого ребенка, по крайней мере, в рамках больничного пребывания, она будет лучше, чем без меня. И для человека это должно быть очевидно. Второе, что очень важно на самом деле, что дело состоит из простых действий. Если вы, обращаясь к взрослому человеку, да, говорите ему, нам нужно сделать так, чтобы ребенок в больнице не был один, то тогда человек, он сразу напрягается. Почему? Потому что, ну, подросток нифига напрягается, у него еще не сонсят сформированные мозги, и поэтому он может, о, классно, я там буду тусить, прыгать там, не знаю, что с ним делать с ребенком, или там не прыгать, а просто быть с ним. А взрослый человек уже все, в общем-то, пересчитывает на реальность, что такое больница, что такое нибудь один, а как же, вот, у меня тоже есть родные, у меня есть работа, у меня есть начальник, там, злой или добрый, и так далее. И поэтому для человека объемные какие-то вещи, это всегда проблемная история. Но если вы предлагаете человеку простые действия, то человек очень быстро себя с ними идентифицирует и готов соглашаться. Особенно это по отношению к взрослым людям. Если вы говорите, что не просто там спасти ребенка в больнице, а потратить 6 часов в неделю для того, чтобы вот помочь, там, не знаю, в уходе за ним, организовать его досуг, а через 6 часов в раз имени другой волонтер, то тогда человек в состоянии пересчитать это на свою реальность. Или, например, когда речь идет о тех примерах, о которых говорила Дарья, да, то волонтер тоже четко понимает, что есть вот этот один день, там, в месяц-полтора, ему предшествует подготовительная работа, он может съездить там в 2-3 магазина, купить то-то и то-то, привезти на склад, все это подготовить там в коробке, сложить и так далее, а потом в саму вот эту субботу или воскресенье сесть в автомобиль с друзьями и поехать по конкретному адресу, в конкретное место, это займет столько-то времени, и Дарья не упомянула, но у них почти до мелочей расписан каждая поездка, весь сценарий поездки, и каждый человек понимает, из чего состоит его работа здесь, да, и он четко понимает свою роль, свое место, там, и так далее, и так далее. Вот. Очень тоже важная история для взрослых людей, для подростков меньше, вот, что дело, оно будет результативным. Что все, что я делаю, это не будет куда-то в никуда, в песок, там, в унитаз и так далее. Что, да, вот мы там, не знаю, вот посидели с этим ребенком в больнице, там несколько недель мы в смысле волонтеры и прочее, и прочее, и благодаря нам, благодаря нам, этот ребенок, он быстрее поправлялся, его досуг был организован, он был хорошо покормлен, он переодет, он не лежал в закатках памперсов, и так далее. Это результат совершенно очевидный, да, вот, или вот, если про премьеры Дарьи, да, то мы приехали вот в этот детский дом, не просто, чтобы там провести праздник какой-то, и уехать, а клуб волонтеров приезжает с обилием мастер-классов для разных подростков, и когда они уезжают, они точно знают, что, например, благодаря им девочки научились каким-то основам макияжа, мальчики научились, не знаю, там, тоже ухаживать за собой, там, как-то грамотно подбирать себе одежду на выход, а не натягивать ретузы поверх штанов или еще что-то такое. Если это совсем маленькие дети, они в игре научились там взаимодействовать, творческие навыки приобрели, и так далее. То есть результат – это принципиально важная вещь. И вот это именно отличие вот от этого подросткового волонтерства, что когда привлекают старших школьников или ребят из колледжа, для них это вещи вторичные, там, термичная тусовка, там, группа, там, лидерство какое-то и так далее. Здесь нет, здесь вот то, о чем мы говорим. Вот известно, как раз время и место занято, есть, мы об этом говорили, и есть эти самые простые шаги, чтобы стать волонтером. То есть человек, или, например, они сложные, как у Созидателей, но они прописаны. Это не есть какая-то тайна. Человек сразу знакомится с шагами о том, как стать волонтером. И тогда он тоже соизмеряется своей работой, занятостью, ну и так далее. И вот, собственно, вот этот вот слайд, он показывает те вопросы, на которые человек подсознательно всегда ищет ответы. Ну, особенно взрослый человек. Насколько для меня лично актуальна эта проблема? Доверяю ли я пригласившему меня? Почему именно я должен что-то делать бесплатно? Это один из ключевых вопросов, на самом деле. Вот. Какая конкретная польза будет? Подать ли это по времени и так далее? Ну, по сути, это все то, о чем я сказал, но в виде внутренних вопросов человека. Если вы хотите привлечь взрослого человека и в своем рекламном объявлении, в своем посте ВКонтакте, в своем, не знаю, листовке какой-то, которую вы где-то вешаете, или в выступлении в заводе, не отвечаете на эти вопросы, а по сути манипулируете людьми и говорите там, вот там дети умирают, приходите к нам, или там, вот там дети не умирают, но у нас классная тусовка, приходите к нам. Человек не получает ответить на эти вопросы, и на самом деле серьезным волонтером он, безусловно, у вас не будет. И дальше, вот мы переходим из всего сказанного ранее, понятно, что привлекать волонтеров, да, это не ранее, чем вот четвертый шаг. Очень часто взрослых людей привлекают заранее, потом с ними пытаются что-то делать. Так со взрослыми не работает. Так немножко работает с подростками, со школьниками, со взрослыми не работает. Взрослый человек должен прийти на полностью подготовленное дело к уже полностью указанному ему вот этому условному лидеру или там координатору, или куратору, или этим лидеру, как он называет, и так далее. То есть взрослый человек не готов тратить свое время на то, чтобы вместе с вами сидеть и ждать или готовить что-то там. Он должен прийти, и уже все должно быть готово. Ему четко говорит, вот старший, вот дела, вот это, вот это, там, если нужно пройти обучение, вот ты пройдешь обучение, да. Вот, но это отнюдь привлечение людей не первый шаг. И, соответственно, для того, чтобы вам было удобно привлекать людей, тоже вот такая штука, как матрица вакансий, когда вам нужно все очень подробно расписывать. И тогда, помните, я вам сказал вначале, что цель всего рекординга – это привлечение нужного количества людей. А как понять, что нужно количество людей? Вот составьте такую таблицу, и вы все сразу поймете, какое у вас дело, какие там роли, какие задачи, сколько людей нужно. И, собственно, что это объяснять, тоже, ну, как бы, не имеет смысла подробно, да, если вы это составляете. Если же вы просто хотите нагонять людей куда-то к себе, ну, да, вы их нагоните, там, как бы, манипуляции или еще чем-то. Ну, а работать они все равно с вами не будут. Ну, и последний вопрос заканчиваю, да. Я сейчас очень коротко, без каких-то комментариев и так далее, просто вам совсем интересно. Вот, что вам нужно понимать, что нужно работать с теми людьми, кто хочет волонтерить. Но уровень вашего взаимодействия определяется, кого вы хотите получить. Если вам нужны такие вот адаманты, бриллианты, очень редкие суперлюди, вот тогда вы можете их испытывать на прочность, вы можете предлагать им какие-то, там, не знаю, трудные обучения, вы можете предлагать им тестовые задания, вы можете выдерживать их каким-то временем, чтобы они чего-нибудь ждали, там, не поймите чего и так далее. Это тоже работает, это совершенно неплохо, и вы тогда получаете людей очень проверенных, очень надежных, очень верных, но их всегда будет мало. Но может быть, вам столько и надо. Вот, если вам нужны помощники и соработники в большом количестве, то ваша задача их не только привлекать, но и укреплять их мотивацию, как раз показывая результат, поддерживать их, что вот Даша очень правильно там писала в чате, где-то за все благодарите, ну и так далее, и так далее, да. Вот, а если вы хотите обслуживать и иметь еще одного подопечного, то есть для себя напряг, для вас напряг, да, то тогда вы можете заменить мотивацию волонтера на нужную вам, то есть вы можете переубедить человека, вы можете сманипулировать человеком, вы получите того, о ком вы еще будете заботиться. Но этот человек работает с вами всерьез не будет. Вот, ну, такая вот история. Ну и последнее, что, соответственно, из каких пунктов, да, может все это быть выстроено, что сначала вы людей привлекаете, тех, кто готов именно волонтерить. И это делается через, конечно, рекламное объявление, еще раз скажу, в какой-то группе ВКонтакте, вот Даша, говорит, приехала бы в небольшой город, пошла бы в местную группу в социальной сети, уговорила бы модератора повесить объявление. Ну, я бы, наверное, тоже примерно так сделал. И там бы, как раз, учитывая все сказанное мной, в этом объявлении было бы четко указано, что нужно делать, почему это нужно делать, почему есть такая актуальность, вот, из чего состоят эти действия, какой понятный, простой алгоритм того, чтобы связаться со мной, и чтобы человек четко понимал, что, предположим, там, уже через неделю он сможет начать волонтерить, что он уже действительно будет полезным, нужным, значимым, и будет результат, да. Вот, это увеличение. Дальше это как раз какое-то первое встреча, знакомство, где вы снимаете вопросы, рассказываете о себе, укрепляете его мотивацию, как раз, в общем-то, в основном через этот, рассказывая о себе, то есть человек видит в вас этот результат, видит то, что вы не зря ему это что-то рассказываете, что вы действенные, что вы там, в общем, такие правильные и так далее, да. Вот, и отвечаете на вопросы. И после этого человек как раз принимает свое внутреннее личное решение, на которое вы повлиять не можете почти. Вот, если он говорит «да», то вы его уже тогда можете ампетировать, как хотите, там, что-то такое у него узнавать. И после этого происходит уже встреча этого волонтера с тем сотрудником, с которым вместе он будет работать. Ну, можно это как-то совмещать, наверное, с первой встречи, но если у вас желаний привлекать людей относительно много, то совмещать не получится. И вот на встрече с сотрудником, в котором он вместе будет работать, как раз человек тоже получает все уже достоверную информацию. Вообще информация на любом уровне, она здесь супер достоверная. Потому что как только вы что-то от человека будете скрывать, прятать, это тут же всплывет, человек от вас уйдет. Вот. И он уже от конкретного своего будущего там руководителя все узнает. Что делать, как делать, какие особенности, проблемы и так далее. И только после этого он поднимает свое итоговое решение. Например, он согласен. И дальше ему уже можно выставлять какие-то условия, не знаю, например, собрать справки или еще что-то такое, потому что он уже согласен. Он уже согласен. И потом можно включать подготовку, если она вам нужна. Вот. Если дело сложное, тогда подготовка, стажировка, там, исключение договора, начало работы. Вот это примерно такой алгоритм, по которому я бы предложил работать со взрослыми людьми. Ну, у меня в данном случае все. Это то, чем хотел поделиться я про работу со взрослыми. Ой, Юрий, а можно я еще добавлю? Пока. Нужно. Это у вас кошка живая? Котик, да, лысенький. Это не игрушка? Обалденно. Чудо-чудо-животное, да. Хотела еще добавить, что два года назад я организовала фото-выставку под названием «Волонтер разный». Она много где выставлялась и в Музее истории России, и в Лофт-проект «Этажи», и теперь в нашем офисе обрела свою постоянную такую экспозицию. Как раз-таки цель вот этой выставки была показать, вот как тоже Дарья говорила, что волонтером может стать каждый, и мы брали за историю живые картины, то есть вот наш Владимир, он в жизни занимается тем-то, помогает он мамочке с особым ребенком, и разные его, как бы скажем, сферы жизни показать на нескольких кота одного и того же человека. И как раз-таки призыв был такой, что волонтеры – это мужчины и женщины разных возрастов, разных профессий, увлечений, хобби, наличие свободного времени, да, все равно может стать каждый и помогать по-разному. И как раз-таки вот все виды нашей помощи мы постарались туда упаковать, чтобы это было очень разнообразно. И может быть, кто-то таким образом смог бы себя увидеть на этой выставке, сказать, ой, я тоже так могу. И повесили в одном месте зеркало, что и вы тоже можете здесь оказаться на этой выставке. То есть и так стараемся рассказывать. То есть статус волонтера, да, бывает его дискредитирует образ волонтера, а мы стараемся наоборот поднять авторитет, статусность. Это звание такое очень гордое. Да, это очень здорово. Ну, какие-то из этих фотографий я видел, они действительно потрясающие, это очень здорово все. Вот, да, спасибо. Да, Юр, я тут дополню Карину чуть-чуть. Вот она сказала, что они вручают награды разные, там, универсальный волонтер, там, еще какие-то. Я просто, ну, тоже не стала про это говорить, чтобы времени занимать. Мы также ежегодно отмечаем активных ребят. У нас есть награды почетные волонтеры, так то на протяжении трех лет активно, значит, занимаются тоже волонтерской деятельностью. Вручаем награды за вклад в клуб волонтеров. Пять лет, десять, вот у нас недавно появилась награда, пятнадцать лет в клубе волонтеров. Это просто сумасшествие, конечно. И ребята этим очень гордятся, вот этими такими медальками с ними там все фоткаются, выставляются в сетях. Ну, действительно, это вроде мелочь такая, но для ребят это важно. Они, как бы, никто не кричит на каждом углу, что вот я такой молодец, тут, значит, вот столько сделал. Но в глубине души все равно каждый внутренне, я уверена, собой гордится. Ну, то, что он действительно такой молодец, что он столько, ну, делает, помогает. И вот это лишний раз в таком, как бы, правильном ключе, конечно, тоже хотелось бы, чтобы отмечали, хвалили, поощряли ребят, потому что это, конечно, является для них такой тоже мотивацией. Да, согласен, спасибо. Мне тогда все. Еще раз спасибо огромное, Карина и Даша. Увидимся. Всем тогда пока. Всего хорошего дня всем. Всем пока.